Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, их автобиографии. Филипп фон Фольц, немецкий художник-историк. Он родился в городе Бинген-на-Рейне 11 мая 1805 года. Его отец Людвиг, известный художник, дал ему первые уроки рисования. В 1825 году отправился в Мюнхен, где был принят в Академию изящных искусств. Учился у Петра фон Корнелиуса. Вскоре ему разрешили помогать Корнелису с его фресками в глиптотеке и в Афгартене. Позже он помогал Вильгельму Линденшмидту, старшему, в Новом Королевском дворце, создавая фрески по мотиву баллад Фридриха Шиллера. В это время он также начал создавать серию картин маслом на различный исторический сюжет. Я пользуюсь переводной Википедии. В 1835 году совершил учебную поездку в Рим, где создал свою монументальную картину «Проклятие певца» по мотивам поэмы Людвига Уланда. Возвращение он был назначен профессором Академии Королем Максимилианом II Баварским. В знак благодарности он создал два монументальных полотна для Максимилианиума. Максимилианиум – это роскошное здание в Мюнхене. Оно было построено как резиденция фонда одаренных студентов. Но с 1949 года в нем размещается парламент Баварии. С 1865 по 1875 год Филипп фон Фольц занимал пост директора Королевской галереи, но подвергся к резкой критике за свои методы реставрации, в которых использовались сомнительные химические процессы, разработанные Максом фон Петтенкоффером, а также за перекрашивание некоторых полотен. Несмотря на это, в 1869 году он был возведен в дворянское достоинство. Его картины исторически точны, но в настоящее время считаются довольно консервативными и академичными. Фольц умер в Мюнхене в 1877 году. Вот так, вкратце, из переводной википедии о немецком художнике-историке Филипп фон Фольц. Пока-пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»